Сегодня весь день отвечал на письма, очень много приходит почты, правда, друзья, от 10 до 30 писем. Кому успеваю, отвечаю, кому нет, извините, если не отвечаю сразу в первый день. А тут оказывается такая интересная новость. Я ее, собственно говоря, даже комментировать не буду, я так немножко обалдел сначала, а потом подумал, да, по большому счету, знаете, все это логично. Итак, Аркадий Бабченко просит 50 тысяч долларов за его эксклюзивное интервью. Это повергло в шок украинские СМИ. Почему бы и нет, но дело как раз в том, что 50 штук он просит у украинских СМИ. Не у каких-то других зарубежных, российских, а у своих родных. Так сказать, у того самого государства, ради которого шкурой, можно сказать, рисковал. Итак, пост Олеси Бацман об этой самой интересной стороне Аркадия Бабченко, неожиданно открывшейся. Наш редактор Елена Пасканная сегодня позвонила Аркадию Бабченко, чтобы пригласить его завтра ко мне в прямой эфир в программу Бацман. Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивное интервью он даст только за деньги. Рассматривает сумму в 50 тысяч. Кривен, робко уточнила Лена. Долларов уверенно произнес Аркадий и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится. Когда Аркадия убили, и я узнала, что у него осталось 6 приемных детей, я написал его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки, и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью. Вот это действительно ответ. Я понимаю, о чем вы сейчас подумаете, что я изо всех сил хочу теперь очернить Аркадия Бабченко. Нет, не хочу. Мне просто интересно до конца разобраться в этой ситуации. Я очень не люблю, когда меня обманывают. Или когда из... Большого количества людей пытаются сделать дураку. Или ты просто согласен, будешь сидеть, снимать потихоньку лапшу с ушей и кивать головой. Либо ты скажешь, нет, извините, мои уши для вашей лапши не подходят. Дорогой Аркадий, никакого убийства не было и не предполагалось. И ты не жил с прицелом во лбу, потому что исполнитель в кавычках отказался исполнять сразу, а заказчик, в кавычках, был под полным контролем СБУ. И ни из какого морга ты не приходил, сука. Так что завали хлебало, если можно. Особенно меня тронуло сутки не спавший. Это сразу герой Украины и России одновременно. Мертвый, а заодно сутки не спавший. Спи спокойно, дорогой товарищ, если получится. Список снотворных препаратов тебе качественно предоставят в феофании. Обнимаю. Станислав Белковский. Может быть это, конечно, один из многочисленных ботов под этим именем. Вообще-то мне прислали этот пост с его фейсбука, поэтому я верю твоему подписчику, что это действительно Стас Белковский. Если так жестко ничего не скажешь. Михаил Шнайдер. Сегодня Аркадий Бабченко заявил редактору программы Бацман Лайф, что готов дать им интервью минимум за 50 тысяч долларов. До свидания, Аркаша. Ты был неплохим журналистом. По скриптам. А Чак Паланик оказался прав. Люди действительно готовы продать все, если цена их устроит. Вот тут я, пожалуй, прокомментирую. Видели многочисленные кошельки под каждым постом Аркадия Бабченко? Мне очень сильно напоминает это, ну, не буду тыкать пальцами в определенных блогеров, которые тоже, то знаете ли, на студию, то на машину, то на липтуб. Так вот, я тогда еще сказал, не доверяйте людям, которые собирают, так сказать, с миру по ниткам. Эти люди всегда готовы подзаработать. Ну, мы как бы все готовы, но у них их ретилость особенная, активная. Не доверяйте тем, кто выставляет свои карманы, для того, чтобы, ну, хоть кто-нибудь докинул копеечку. Да, кстати, когда я услышал о сумме в 50 тысяч долларов, я сразу подумал, странно, вроде бы его заказали за 40 штук, а тут интервью аж за 50. И улыбнулся, когда прочитал аналогичный пост Александра Дубинского. Как оказалось, Бабченко легче и дешевле застрелить, чем пригласить на интервью. Говна на оба твоих Яндекс.Кошелька Аркаша. Так вот, дорогие мои подписчики, я надеюсь, вы поняли, что люди могут иметь разное мнение, не будучи при этом какими-то там консервами, кремлевскими агентами или путинскими фенами. Действительно, очень разные люди, в том числе самая настоящая российская оппозиция, по-разному реагирует на это дело. А вам, господа оскорбленные украинцы, я вот что скажу. Никто не хочет вас обидеть. Просто, скорее всего, я хочу натолкнуть вас на мысль, что когда ваши службы безопасности так обделываются, их нужно критиковать, как говорят у нас, бить батагами, для того, чтобы в следующий раз так не ложались на весь мир. И задуматься еще о том, что ваша безопасность находится в руках вот таких вот непрофессионалов. Я бы на вашем месте не обижался, снял розовые очки и посмотрел на всю эту историю реальными глазами. Пока.